4 декабря 1992 года главнокомандующий Абхазской армии президент Владислав Ардзенба подписал указ о создании службы государственной безопасности Абхазии. Но профессиональный праздник абхазские чекисты отмечают так же, как и их коллеги в России и других странах бывшего СССР. 20 декабря СГБ исполнился 21 год. Традиционно на торжественном собрании председатель службы госбезопасности Аслан Бжанев в своем выступлении отметил важность работы сотрудников СГБ. Спецслужбы друзей и последователи идей выхода продолжают проводить подробную деятельность против республики Абхазия, делая ставку на совершение диверсионно-террористических актов и юридических диверсий. Получаемые нам оперативные данные позволяют стереть вывод о том, что разведывательная подробная деятельность в ущербе интересам и безопасности республики Абхазия может быть в ближайшее время перенацелена на решение задач по СРВ и дискредитации предстоящих 22-х зимних олимпийских игр в Сочи. Аслан Бжанев поделился успехами своих подчиненных, рассказал о том, сколько диверсий было упреждено сотрудниками СГБ, как много преступлений было раскрыто благодаря усилиям абхазских чекистов. Однако и о неудачах он молчать не стал. Имеющиеся положительные результаты не дают нам права расслабляться, имеют место недоработки в службе госпезопасности со стороны отдельных оперативных работников и руководящего состава. Именно поэтому не сумела служба госпезопасности предотвратить в этом году ряд громких преступлений. Что касается успехов в борьбе с преступниками, то по данным пресс-службы СГБ, сотрудниками ведомства были задержаны ряд лиц, совершивших тяжкие преступления. Такие как похищение людей с целью выкупа, разбойные нападения, убийства, в том числе нашумевшие убийства россиян Климонтовича и Скоредновой. А также грабежи, изготовление взрывных устройств, незаконное пересечение границы по реке Ингур, изготовление и реализация наркотических средств в особо крупных размерах и их контрабанда. Требовательность руководства службы направлена на становление высокопрофессионального коллектива. С этой целью созданы условия для привития молодежи навыков чекистской деятельности. На торжественном собрании много говорилось о преемственности в рядах служащих СГБ. Ветераны вспомнили, как в послевоенные годы собирали состав службы из числа еще советских работников КГБ, как обучали молодежь. Если вспомнить, послевоенный период, то было человек 20-30. И все-таки в этих тяжелых условиях проходило все начинать с нуля. Так как мы знаем, что старые сотрудники знают, что все противские грузины и грузинские вывезли отсюда. Были результаты. Много результатов. Например, мы участвовали много по похищению людей, по наркотрафику. Руководитель администрации президента Беслан Кубрава зачитал указ главы государства Александра Анкваба о присвоении очередных воинских званий сотрудникам службы госбезопасности. Присутствие высокопоставленных лиц на собрании – самое красноречивое доказательство важности и серьезности работы, которую ведут сотрудники СГБ по обеспечению безопасности в республике. В, пожалуй, самый сложный период становления молодого независимого государства. Продолжение следует...